Как будут распределяться средства и откуда будут браться ежемесячные начисления? Распределение собранных средств в каждом из восьми этапов первой части через Магурин Крайт Инвестинг будет следующим. 40% на покупку активов это два сегмента инвестиционного рынка, 37% это маркетинг, 5% представительские расходы, 8% операционные расходы по ведению хозяйственной деятельности и уплаты налогов, 10% это вы по программе лояльности на все отписанные токены криптоюнитов. Программа лояльности будет работать только до 1-го, 10-го, 21-го года. Потом путем голосования, то есть нужна будет эта программа лояльности, значит мы ее оставим. Не нужна она будет, значит мы ее оберем. Как большинство проголосует, так и будет. Опять же, голосование будет децентрализованным, то есть, как правильно сказать, действительно демократичным путем. Распределение собранных средств в 100 через криптобиржи будет следующим. 65%, то есть, когда мы будем через СТО делать Security Token Offer через криптобиржи, естественно, там больше денег у нас мы сможем в активы вкладывать. То есть, 65% на покупку активов 20 сегментам инвестиционного рынка, 15% на маркетинг, 10% на операционные расходы по ведению хозяйственной деятельности и уплату налогов, 10% выплаты по программе лояльности, на все отписанные токены и криптоюниты. Точно так же программа лояльности будет работать только до 1.10.2021. То есть, разницы нет, вот это будет СТО, или через многоуровневый краудинвестинг, или через банковскую финансовую систему. Это одна единая база токенов, дорогие друзья, чтобы вы понимали. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ